Много шума из ничего, как в Петрозаводске искали взрывные устройства. Ветеранский закон был принят сразу одним днём, сразу во всех чтениях, без обсуждения. Отмена ветеранских льгот противоречит Конституции Республики. Сегодня в суде прошло первое заседание по этому вопросу. Её называли Леонротом карельского фольклора. Концерт памяти Виолы Мальми собрал друзей и преданных ценителей её таланта. Сегодня днём поступило сообщение о бомбе, заложенной в здании Карельской государственно-педагогической академии на улице Пушкинская. Сообщение оказалось ложным. Шутников сейчас разыскивает милиция и сотрудники ФСБ. Сообщение о заложенной бомбе пришло в академию по электронной почте. Письмо было адресовано лично ректору. В аудиториях шли лекции. Сотрудники академии немедленно вывели из здания всех студентов. Помещение начали обследовать сотрудники милиции со служебными собаками. К академии были стянуты все экстренные службы. Проверка продолжалась несколько часов. Взрывное устройство так и не нашли. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников, которые отправили письмо в академию. Взрывное устройство искали и в почтовом отделении Петрозаводска. Тревогу вызвала подозрительная посылка. Из небольшой картонной коробки раздавались странные звуки, похожие на тиканье часов. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и группа разминирования. Здание оцепили. После того, как посылка была вскрыта, в ней обнаружили предмет, который обычно продают в секс-шопах. Видимо, он случайно включился и начал вибрировать. Эти звуки и привлекли внимание работников почты. Судя по адресу, посылка была подарком для одной из жительниц Петрозаводска. После завершения формальности презент в целости и сохранности будет доставлен адресату. Глава Карелии Андрей Нелидов публично опроверг слухи о своей отставке. Прямой вопрос, действительно ли губернатор написал заявление об уходе со своего поста, ему сегодня адресовали журналисты на пресс-конференции. Кроме того, на встрече со СМИ Андрей Нелидов затронул и другие обсуждаемые темы. Обо всем по порядку. Анна Шоттуева. Пожалуй, изначально больше всего журналистам сегодня хотелось услышать ответ на вопрос, а будет ли отставка. Однако спрашивать об этом так сразу не стали. А начали с завершившихся выборов Петросовет. Их особенностью, как сразу было подмечено, стало то, что некоторые чиновники активно вели кампанию как агитаторы. Это из-за министра образования Ирина Петеляева и замглавы республики Давлетхан Алиханов. На самом деле этот опыт демократический такой, что вот есть у меня в правительстве справедливо-росы, чиновники и единоросы и так далее, этот опыт нельзя признать успешным. Наверное, действительно, все лидеры партии должны находиться вне административных мест. А неожиданно высокую явку глава оценил как рост интереса населения к политической жизни. Спорить тут трудно, особенно в свете набирающих обороты слухов об отставке Андрея Нелидова. Я не собирался, не собираюсь и не дождутся. Я читаю интернет, читаю некоторые газеты и так далее. Я там много прочитал, что я при смерти, что мне сделали шесть операций. Если эта информация исходит из здания администрации или вообще от какого-либо чиновника, мне бы найти этого человека. В один день уволю, причем нарушив все законы даже. Вот я вам честно, как на духу могу сказать, честное слово. Я лично не собирался и не обсуждал, и не намекал, и во сне мне не снилось. Мысли о том, чтобы через шесть месяцев, это вообще какая-то дикая ситуация, взять и подумать об отставке. При этом губернатор отчасти согласился с тем, что если исходить из того, что личная жизнь политика в большей степени является и достоянием общественности, то повод для слухов был. Когда возникает ситуация, например, с госпитализацией, ну информацию дальше, покажу госпитализацию, не будет там день, два, три, всем понятно, никто не волнуется. И так мы тонко перешли к вопросу о состоянии здоровья. И уже на более позитивной ноте губернатор призвал серьезнее относиться к своему здоровью, отметив, что уровень специалистов у нас не хуже, чем в столичных клиниках. Андрей Нелидов сам проверил это на себе в республиканской больнице. Как человек достаточно малопьющий, я стараюсь длинные праздники использовать с пользой. Вот новогодние праздники, они 10 дней. Можно по-разному их провести там и так далее, но я считаю, что для мужчины и для женщины это очень удобное время для того, чтобы пройти обследование совершенно спокойно. Получив ответы на самые волнующие вопросы, журналистов обрадовали новостью, что теперь такие встречи станут традицией. И общаться с губернатором в таком ключе можно будет один раз в три месяца. Анна Шоттуева, Ярослав Березин, телеканал НИКО+. Руководитель карельских наркополицейских освобожден от занимаемой должности. Официальное сообщение об этом появилось сегодня на сайте Кремля. Подтвердили эту информацию и в Карельском управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Указом президента России Виктор Латыпов, начальник Карельского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, освобожден от должности в связи с предстоящим увольнением из органов наркоконтроля. Напомним, генерал-майор Виктор Латыпов возглавлял карельскую наркополицию с 2003 года. Исполнение обязанностей начальника управления по Карелии возложено на полковника полиции Александра Пшеницына. Ранее он проходил службу в должности заместителя начальника управления ФСБ по республике Карелия. И сегодня же Управление делами президента России сообщило, что планирует пустить с молотка любимую резиденцию Бориса Ельцина Шуйская Чупа. Она находится в 30 километрах от Петрозаводска. Аукцион назначен на 15 апреля и должен пройти в подмосковном доме отдыха управления делами президента Бор. За резиденцию Шуйская Чупа планирует выручить минимум 285,5 миллионов рублей. Такова начальная цена лота. В него входят трехэтажная гостиница с подземным паркингом, теннисный корт, несколько коттеджей и отдельных двух- и одноэтажных домов. Бассейн и пирс с селлингом для яхты. Здания продаются со всей обстановкой, оборудованием и предметами искусства, но без земли. За нее предлагают либо заплатить рыночную цену, либо взять ее в аренду на длительный срок. Общая площадь участка составляет около 50 гектаров. Участвовать в торгах смогут все желающие, в том числе граждане других стран. Причина продажи Шуйской Чупы, по версии управляющего делами президента, ее ненадобность. Если первый президент России Борис Ельцин приезжал в Шуйскую Чупу частенько, то Владимир Путин всего несколько раз, а Дмитрий Медведев не был ни разу. Отмена ветеранских льгот противоречит Конституции Республики. Представители Карельского отделения партии «Справедливая Россия» обратились в Конституционный суд, чтобы доказать, карельские ветераны остались без льгот, без законных на то оснований. Сегодня состоялось первое заседание суда. Нельзя отбирать ничего, не предоставляя взамен. Такова позиция «Справедливоросов». По их мнению, внесение изменений в закон о ветеранских званиях оставило без социальной поддержки целую категорию граждан. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» считает, что закон Республики Карелия о внесении изменений в статью 1, закон о республике Карелия о восстановлении звания ветерана труда Республики Карелия, порядке его присвоения, не соответствует Конституции Республики Карелия и ее статьям. Считает, что не соответствует статьям 3, 19, 20, 25 и 42 Конституции Республики Карелия. Этот закон сегодня называют не иначе, как антиветеранским. До его принятия пенсионеры автоматически по выслуге лет получали почетное звание. А теперь свои трудовые заслуги придется подтвердить грамотой или иной правительственной наградой. То есть звание ветерана труда, к примеру, для простого слесаря стало в буквальном смысле недостижимым. Депутаты приняли поправки к республиканскому закону о ветеранах труда в октябре минувшего года. Закон был принят без особых дискуссий. Споры начались потом. Ветеранский закон был принят сразу одним днем, сразу во всех чтениях, без обсуждения. Фактически даже общественным организациям, профсоюзам, даже депутатам было отказано участие в обсуждении данного законопроекта. Справедливо-россы утверждают, что по принятому законопроекту не было заключения главы. Это якобы одно из нарушений. Впрочем, свое мнение по поводу отмены ветеранских льгот Андрей Нелидов озвучил еще в день принятия закона. Если вы идете по улице красивого города и видите в витрине красивую вещь, то ее может очень хотеться купить. Но если у вас нету денег, то вы будете копить на эту вещь. Но ни в коем мире не пойдете грабить ради того, чтобы ее купить. Бюджет Республики Корея – это тоже бюджет семьи, только это бюджет очень большого коллектива людей, которые работают в Республике. И сколько они зарабатывают на сегодняшний день, столько они и имеют. Нельзя быть щедро к одним за счет других. Тем не менее, представители «Справедливой России» считают отмену ветеранских званий не экономией, а прямым нарушением социальных обязательств Республики перед ветеранами. Они требуют восстановить отмененные льготы, сославшись на ряд несоответствий документа Конституции. Главный вопрос суда – почему эти замечания не были внятно озвучены непосредственно в день принятия закона? Так или иначе, суд выслушал мнение сторон. Решение будет принято спустя несколько дней. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал «Ника Плюс». Жильцы дома 32 по улице Калинина недовольны качеством капитального ремонта, который сделали в их доме. Подрядчик, в свою очередь, уверяет, что все работы проведены качественно и в срок. Кто прав, а кто нет, выяснял наш дежурный по городу Анастасия Зайцева. Претензии к работе подрядчиков у жрецов этого дома есть всегда, говорит подоспособник. Певший на встречу с телевидением начальник участка. Накануне фирме пришлось перебирать торец дома, потому что швы были друг над другом, и это растревожило жильцов. Хотя, говорит подрядчик, сайдинг чисто эстетически смотрелся не очень красиво, а на деле это не несло за собой никаких проблем. Нам не нравится облик нашего дома. Тем более, когда у нас параллельно сейчас дом сделали, который вот ниже, по-человечески, как бы все там и двери, и крыши, и все, нам просто больно и обидно, что у нас дом вот так выглядит. Видите, смотрите, все утверждено полностью этот проект. И вот написано, облицовка виниловым сайдингом деки, цвет фисташка. Вон, увидели, видите дом, металлосайдник. Они увидели, все, нам это надо. Я им объясняю, здесь я не мог сделать от себя тяну. Вот с этими скандалами мы не можем уже сдать. Наконец-то, вот сейчас уже подписали бумаги. Все подписали бумаги? Все подписали, причем подписывают старшие по дому, две женщины. Согласно смете, в доме была заменена система водоснабжения. Раньше она находилась в подвале, и здесь каждую зиму замерзала вода. Теперь эта проблема решена. Подрядчики утеплили крышу и заменили кровлю. На все прошло ушло 2 миллиона 200 тысяч рублей. 95% от суммы оплатила Федерация, остальные 5 – жильцы. Ремонт дома длился 72 дня, с сентября по декабрь. И только сейчас его удалось сдать. Мы сейчас делаем, после этого Володя напишет опять куда-нибудь, ему делать нечего. Придет КРУ, обязательно придет. Что-то не понравится, опять начнет. И мы постоянно, знаете, как под лупой постоянно находимся. Эта фирма на рынке Карелия уже 10 лет. Работать стало тяжело, признается начальник участка. Далеко не каждый горожанин смыслит хоть что-нибудь в строительстве. А советы давать гораздо каждый. Вместо того, чтобы в кои-то веки порадоваться такому совестливому подрядчику, который не убежал от телекамеры, ответил на все вопросы и заверил. Гарантийное обязательство на капремонт 5 лет. Чуть что, приедем и все исправим. Если и вам, уважаемые горожане, есть что нам рассказать, звоните по телефону 53-32-32. Давайте делать новости вместе. Ее называли Леоноротом карельского фольклора. О концерте в память Виолы Мальме расскажем после рекламы. Оставайтесь с нами. Впервые в нашем городе блистательный исполнитель романсов и неаполитанских песен Евгений Южин, Санкт-Петербург. В торговом центре «Симона» каждую пятницу новое поступление одежды и обуви. Постоянным покупателям скидка 15%. Торговый центр «Симона». Дом МОД. Первый этаж. Нет, современная молодежь этого не помнит. Тогда все было настоящее, и люди умели отдыхать. Начиная с 26 марта и каждую субботу в здании Национального театра танцы, бар, живая музыка и караоке. Уникальные методики лечения заболеваний спины и суставов. Костная клиника. Чайкиной 5. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Холод или зной, ветер и пыль, дождь и шум улицы останутся по ту сторону, если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим. Рекламное агентство «Прома». Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Петрозаводске прошел концерт в памяти известного балетмейстера Виолы Мальми. Ее называли Леонардом карельского фольклора. Режиссер-постановщик народных праздников, этнограф, заслуженный работник культуры России и Карелии. Виолу Мальми знали как в нашей стране, так и за рубежом. Ее не стало год назад. Концерт памяти Виолы Мальми начался с визитной карточки ее коллектива, пастуши и их заклинаний. Во время исполнения этого тотемного танца Виола Генриховна всегда выходила на сцену вместе с участниками карельской горницы. От ее заклинаний по коже бежали мурашки. А знатоки мирового фольклора признавались. Такое действие мог поставить на сцене только гений. Человек, бесконечно влюбленный в свое дело. Мало того, что это один из немногих моих друзей, мало того, что это человек, который занимал удивительную честную позицию как руководитель художественного коллектива, как вообще человек. Она была бескомпромиссная, она была многим, видимо, не очень по душе, особенно, как бы, так сказать, начальству ее. Министерство культуры всегда нервничало, когда она приходила на заседание коллегии. Но она была всегда последовательна, она была прямая и честная. Виола осталась человеком ярким, человеком необычным. От нее можно было ждать всего. Но, в первую очередь, мы ждали от нее проявления ее таланта в ее профессии. И за все, за что она бралась, это всегда было удивительно творческим. Это был удивительно яркий человек, так сказать. И она умела создать вокруг себя замечательную атмосферу. Во время концерта памяти Виолы Мальми Карельская горница, а также ансабли Карила, Созвездия исполнили танцы, которые считают золотом фольклора. Кадрили, Зоонежскую шестерку, Косарейку можно будет увидеть и в начале июня. В Петрозаводске пройдет международный танцевальный фестиваль. В его рамках организуют и традиционный конкурс балетмейстеров, который долгие годы проводила его создатель Виола Генриховна Мальми. Каким будет новый Петросовет и получится ли конструктивный диалог между партиями? Об этом в программе «Гость студии». Она выйдет через несколько минут. О новости на сегодня все. Ищите их на сайте nikadefismedia.ru. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и пусть в вашей жизни все будет со знаком «плюс». Читайте в свежем номере газеты ТВР «Панорама». Полсотни избранных. Итоги выборов. Петросовет. Как Регина Петрозаводск прославляла, студентка госуниверситета вошла в число 10 самых красивых девушек России. Нам своего не надо. Сразу два крупнейших продовольственных предприятия «Кондопоги» будут закрыты. Все это и многое другое ищите в свежем номере газеты ТВР «Панорама», которые выходят завтра. Привет. Вот мы и переехали в новую квартиру. Здесь у нас гостиная. Это моя комната. Мои игрушки. А здесь кухня. Мама готовит обед. Вот так. Строительно-финансовая компания. Тайна вашей ночи. Магазин постельного белья «Бастет». Ммм, я со вчерашнего вечера ничего не ел. Всю ночь ничего не ел. Но теперь-то я поем кашку, блинчики, омлетик. С 8.30 до 11 утра. Завтраки в ресторане «Бестро Фьюжн». Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводский аэропорт «Бесовец», Москва, аэропорт «Домодедово» и обратно. Время перелета 1 час 20 минут. Цените свое время. Бронируйте билеты на сайте руслайн.аэро. Или приобретайте во всех агентствах воздушных сообщений города. В магазине «Ермак» всегда в большом ассортименте. Лодки и моторы, эхолоты и навигаторы. А также все для зимней рыбалки. Одежда и обувь, сани и лыжи, рыболовные снасти. Магазин «Ермак». Клев будет! Обаяние северной природы. Комфортные номера со всеми удобствами. Настоящая русская баня и великолепная домашняя кухня. Отличная возможность забыть о городской суете и здорово провести время на берегу одного из красивейших озер. База отдыха «Плотина». 16-й километр Лососинского шоссе. Телефон 77-54-10. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Московской 8. Субтитры сделал DimaTorzok